А перед началом данного видео хотел бы попросить вас вступить в официальную группу моего канала в социальной сети ВКонтакте. Здесь множество ответов на вопросы, в общем, живое общение. Подписчики всегда помогут вам решить любую ситуацию, сложную, сложившуюся. Также вы можете пообщаться со мной напрямую через сообщение группы. В общем, друзья, вступайте, подписывайтесь и следите за новостями канала. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас новый видосик. Это видосик из разряда ПК-утилизатор. Уже, если я не ошибаюсь, какая. Так, это третий, наверное, четвертая часть. По-моему, третья. Я не помню, честно. В общем, в этот раз отдали вот такие ништячки. Как вы можете видеть, уже лежит на столе. Материнка AMD-шная. Стоит корпус. Все бы хорошо, но корпус у нас, к сожалению, без крышки, без одной и мятый. Сейчас я покажу. Мятый вот здесь. Я думаю, вы сейчас увидите. Промят корпус был серьезно. В общем, отдали это со словами, что ничего, это не работает. Там сын или внук, кто-то ковырялся, в общем, в этом железе. И типа это все мертвое. Сейчас покажу первое. Вот такая бюджетная матка на AM2+, скорее всего, сокете. Вот такая мать со встроенным интегрированным видео. В общем, неплохая мамка. Я ее проверил первым делом. И знаете, ребят, после сброса биоса эта мать завелась. Вот я вставил туда тестовую оперативку на 512 мегабайт DDR2-667. Мать завелась, заработала. И видно, что кто-то собирал компьютер. Здесь все чисто, от пыли почистил. Здесь от пыли почистил свежая термопаста на нем. В общем, свежая термуха. Но то ли руки не дошли, то ли я не знаю, что не дошло сбросить батарейку. Все работает. Я потестил эту мать. В принципе, на первый взгляд, все абсолютно нормально с ней. Ну, единственное, она не с первого раза прочла оперативку. Слоты надо было подраздрочить. Вот, подраздрочил и оперативка работает. То есть, ну, вы знаете, старое железо, окислы, все остальное. В общем, вот эта мать первая. Охрененно, это все рабочая, абсолютно рабочая мать на М2+. Это круто, короче. Ой, извините. Это круто, это топчик. Я уже принес пакетик, чтобы ее убрать. Чтобы не поломать ни в коем случае. Я сейчас вам скажу, как похабно мне это все отдали. И как эта мать лежала. Вот, убрал в пакетик. Теперь перейдем к этому компьютеру. Он просто валяется, понимаете. Так же валялась мать на сокете М2. В общем, в любом случае, мне достался вот такой. Ice Cool, по-моему, или что это? Это Arctic Alpine. Вот такой вот кулер на 775 сокет. Вот это мать. И в чем здесь заключается кощенство, сейчас я покажу. Скорее всего, мать, наверное, тоже заработает. Я думаю, внимательный зритель заметил, насколько вздулись вот эти конденсаторы. Их даже повело вбок. И под ними, под ними, там уже течет кислота. Что-то эта дрянь, они набухли. Вот она на место, он не встает. Хоть усрись, он не встанет на место. Потому что под ними уже шар надулся. Но здесь кто-то взял и откусил элемент, ребят. Вот, какой-то элемент. Просто был откушен. Надо искать фотографию этой матери. Смотреть, что здесь было. Или схему искать и припаивать на место. Может быть, тоже конденсатор. Я вот честно не знаю, что здесь было. И сказать точно не могу. В общем, вот такая мать. Прот здесь Intel Pentium 3.0. Просто 775-ый пень. Может с гипертренингом, может двухъядерный. Я еще не гуглил маркировку. Оперативки здесь не было. Здесь был пепел. Вот. И здесь SATA дисковод. Что очень круто. Вот он. Как вы можете видеть, SATA. Это нужно для сборок. Если я свой компьютер буду собирать все-таки в нормальный корпус, рано или поздно мне все равно его продавать придется, свой комп. А у меня нет ни одного SATA дисковода. В общем, вот такие дела, ребят. Корпус. Таких крышек у меня, к сожалению, для корпуса нет. Корпус помятый. Корпус, скорее всего, пойдет на выброс. На болтик. Все раскручу. Все, что можно снять с него, сниму. Заглушки поснимаю. USB порта. Кнопки поснимаю. Корпус сам пойдет на выброс. Потому что вторую крышку такую просто не найдешь на него. Так, ребят. Это я показал вам чисто железо. Что из железа досталось в эти дни. И сейчас покажу, что еще по мелочи досталось. Дальше, друзья, был вот такой подгончик. В общем, сейчас покажу. Помните, я как-то на стримах, там, ну, кто присутствует на стримах, говорил, что я не собираюсь платить по 600 рублей всяким сраным перекупам, которые у нас в городе продают. ВГА-кабели, в общем, по 6 соток. Это очень дорого за ВГА-кабель. Вот мне вчера достался бесплатно абсолютно новый. Вот эти все были на месте. Неюзанный ВГА-кабель. Вот такой. Смотрите. Целый новый ВГА-кабель. Это раз. Вот, я же вам говорил, что я найду его бесплатно. Это все лишь вопрос времени. И вот бесплатно у меня есть уже ВГА-кабель. Вот такие дела, ребят. Так, давайте посмотреть дальше. И знаете, что это? Догадайтесь. Это второй новый ВГА-кабель. Defender. Удобство складывается из мелочей. В общем, еще один ВГА-кабель. Тут еще по мелочи проводочек поддали. Тюльпаны. Классические, новые. Витая пара. Провод. Ну, не знаю, новый или не новый, но все равно тоже годная в хозяйстве вещь. Потому что, если у меня когда-нибудь попадется роутер какой-нибудь, я это просто не снимаю. Я и роутеры впариваю. Я, короче, впариваю все, что можно продать. Вот. К роутеру какому-нибудь в комплект пойдет. Что дальше? Дальше у нас... Ну, вот это точно не пригодится. Это под фотоаппараты. USB-шка. Раньше такие пользовали. Я ее даже в сторону отброшу. Это точно мне не пригодится. Еще одна от фотоаппарата. Короче, USB-шка. На тюльпаны тоже мне не пригодится. Хотя нет. Ну, нет, нет. Не пригодится точно. USB от Sony Ericsson от телефона. Чтобы был вывод. Не то, что USB, это музыка на усилитель. Прикольно. Вот эти можно Джеки будет отпаять, если что. Удобно, удобно. Короче, так положим. Это пригодится. Еще тюльпаны абсолютно новые. И еще тюльпан абсолютно новый. Ну, вот, короче, такие. Не, прям, не сказать, что щедрые подгончики. Но все это за бесплатно. Все это в своем городе я забрал. Очень-очень рад, что мать на М2 работает. Процессор там 275-й, по-моему, B275. AMD Athlon 2-й, B275. По-моему, так, не буду врать, что в районе 2800 МГц. С оперативкой, я говорю, разобрались. Просто слоты уже подзакисли от времени. Все завелось. В общем, такие дела. 775-й, может быть, тоже можно будет восстановить. Но, опять же, надо будет искать элемент, который отсутствует. Понимать, что это был за элемент. Потому что я знать не знаю. И вряд ли я найду какую-то подробную схему в интернете. Вот такие дела, ребят. В общем, это был третий, по-моему, выпуск ПК-утилизатора. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь также на группу ВКонтакте. Там ответы на вопросы. В общем, общение. Все дела. В общем, можно будет пообщаться лично со мной через пункт сообщения. Пообщаться с подписчиками. Задать свой вопрос. Также, кому не впадло, кому интересно, подписывайтесь на мой инстаграм. Ссылочки все будут в описании. Вам еще раз всем спасибо за просмотр. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok